Канцелярские прилады, настольные лямпы и материальная допомога. Громадские организации регионы принимают активный удел у республиканской акции «Зберы портфель первокласснику». Какие подарки им подрихтовали и как новый научный ход встретить сами установы адукации, доведались наши корреспонденты. У Терышковицкой средней школы по культе шиня, а сейчас тут только педагогичные и техничные работники. Установа полностью готова до начала нового научного года. Все лето в первый класс придут 26 детей. Наставница початковых классов Людмила Герман проведет за имя ближайшие 4 годы. Практично всех яна уже уведая. До початка пандемии коронавируса будущие первоклассники приходили на подрихтовочные занятки. Это специфика работы с маленькими детьми. Тут надо организовать урок так, чтобы дети были все время заняты, чтобы им было не скучно. И надо идти в ногу с детьми, чтобы на их уровне пытаться разговаривать и играть в их игры. Потому что чуть-чуть отстал, и тогда да, тогда уже трудно. Сероцелетних первоклассников Тярышковецкой школы и Дмитрий Язепал. В уголе у этой семьи пять детей, трое из яких школьники. До первого вересня он практически полностью готовый. Наверное, костюм набитый. По словам Дмитрия, он будет учиться добро, как и его браты, которые имеют грамоты и дипломы за успехи в учебе и творческих конкурсах. Тярышковецкая середняя школа хоть и имеет статус вязковый, для наученцев Яна с оправдой другий дом. Мне нравится в школе учиться, потому что я все время с друзьями там играю. И там мой любимый урок там математика. Ну там еще у нас в школе есть спортивный двор, площадка такая. Мы там иногда на физкультуре идем, мы играем в футбол, турники там есть. Даниил, Роман, Дмитрий, Михаил, Юрий. Дружная компания. Хоть, как и у любой семьи, помеж детьми бывают разные. Инши раз могут и посвариться. Правда, зараз подставу для конфликта у Няма. Тем более, что не шакану, у Кватеры з'являются мультипликационные персонажи. Миньоны у выканания у дельников Центра культуры Гомельского района начинают цикавые гульни и худко становятся центром уся гульной уваги. Еще раз нескольких хвилин приходят в гости представники райвы Канкамы областного отделения Беларусского фонда Миру с подарунками для школьников. Набор канцелярских прилад, настольные святильни и грошовая допомога. А еще конкретное и важное для всех пожадание, как дети были здоровыми, а семья заужды жила во умовах Миру и сгоды. В результате без детей будущего не может быть ни у одной державы. Проакция продолжится Беларусского фонда Мира. Завтра мы в Будокошелевском районе, затем Лельщицы на Ровля. И эта акция для нас еще очень важна, потому что мы в том числе видим, как активно жители Беларуси, горожане, труженики села поддерживают ее, помогая фонду Мира взносами. А в свою очередь фонд Мира направляет эти деньги вот для таких многодетных семей. Тем самым делаем доброе дело всем миром сообща. Олег Сентюров, Ганна Коральчук, Игорь Марышенко, Телерадо и компания Гомель.